добрый день добрый день всем сегодня я хочу вам рассказать вот за такой фрукт этот фрукт называется петахая или еще дракон его нас зовут вот такой необычный он немножко у меня подсушен уже обычно это листики вот эти они зеленые но у меня он полежал немножко для того чтобы как бы созрел больше у нас он продается в магазинах но сам он родом с южной америки и вот у меня конкретно это с вьетнама была упаковочка он достаточно дорогой как бы но я покупала убила отделе он стоит где-то около 6 евро вот такая одна штучка вот как как его кушать так он красиво смотрится когда он свеженький он вообще красиво смотрится мы берем разрезаем вот этот кончик мы срезаем можно с двух сторон даже вот так убрать его и разрезаем пополам вот какая срединочка у него он уже созревший хороший такой не смотрите беленькая беленькая она структура в него для того чтобы его взять вот так пальчиком туда под подлазим вот так и убираем вот так вот вот эта съедобная часть а вот эта корочка она не съедобная его ее выбрасываем делаем аналогично и с этой стороны он уже спелый спелый очень хорошо снимается смотрите здесь у нее такие колючки но сейчас они мягенькие потому что он созревший хорошо созрел созревший уже я думаю что он продается везде этот фрукт не знаю во всяком случае у нас он продается на него как бы любитель не не каждому он нравится нарезаем его вот такими дольками тарелочку покладем он скользкий в руках прямо скользит вот сейчас попробую я ну на вкус конечно на любителя вкус что-то киви или клубника ну киви более такой с кислинкой в этого в этого фрукта нету кислинки просто как бы без безвкусный кстати неплохой я его конечно резко беру потому что это на любителя такой фрукт ну можно медом подсыпать можно как бы подсладить его немножечко и и кушать но есть любители покупают у нас он практически продается в магазинах без проблем вот такая красота получилась вьетнамский фрукт дракон вот так выглядит все вкусно вкусно я вот сейчас попробую еще один кто на диете мне кажется супер будет потому что сладости вообще нету и вот как клубника но не не с огорода клубника свежая вот которая парниковая где-то где-то вот что-то в этом роде но если кто не пробовал попробуйте неплохой можно кушать так а теперь у нас второй фрукт вот такой это плоды кактуса вот так они выглядят еще называет его опунсия это кактус который растет у нас диком виде и в горах и по дороге и везде везде и в парках он такой но он достаточно колючий он здесь такие иголки и такие мелкие мелкие и он колючий очень поэтому его надо очень осторожно в перчатках но вообще-то его рекомендуют сначала замочить в воде хотя бы на несколько часов и потом хорошо хорошо промыть щеткой потому что вот эти вот точечки вот где это там иголочки но так как я уже его очень хорошо почистила замочила в воде почистила хотя бы часик в воде побыли они поэтому иголочек уже не видно но вообще лучше с ним работать в перчатках потому что потом такие мелкие иголки что как их не трудно от них избавиться что с ним можно делать значит вот у меня такие два плода я купила вот сейчас я вам покажу срезаем вот такую вот так срезаем вершочек вот так вот смотрите какой там красоты и с этой стороны убираем вот так и берем если он хорошо спелый он хорошо очень снимается вот эта кожура ну в моей ситуации спелые вот так очищаем можно его нарезать просто не очищать иголочек уже у меня практически нет не должно быть во всяком случае вот вот смотрите он как на свеклу похож берем в тарелочку и другой этот немножко видите такой желтоватый также срезаем вот такой потому что они сорта разные и цвет конечно будет этот очень спелый смотрите прям вот это уже супер можно было его разрезать вот так на четыре дольки не чистить и прямо съедайте как как арбуз как обычно вот или ну может можно ложечкой разрезать пополам и доставать как бы ложечка ведь это другого цвета немножечко вот кладем на тарелочку мы и нарезаем вот такими дольками он очень полезный этот фрукт очень полезный но они два разных сорта и разного разного цвета вот так нарезаем это обычный кактус берем сейчас попробуем вот такой желтенький очень вкусный но у него есть такие косточки их кушать не надо но если вы даже будете кушать ничего страшного но желательно их убрать значит вкус ну вот клубника запах как бы алоэ вот как тыква вроде бы ну что то вот в таком в таком вкусе но достаточно интересно главное что он очень полезный полезный очень кто имеет проблемы с сердцем здесь врачи рекомендуют употреблять и с сосудами в кого и проблемы и вообще алоэ она очень полезная поэтому все что связано косточка пополоме все что связано с какими там заболевания сердечно-сосуды сосудистой системы рекомендуют врачи употреблять опунсию или плоды кактуса если может у вашей стране не не растет он значит покупайте может есть какие-то другие но все у нас рекомендуют мне понравилось вкус очень хороший я иногда покупаю и сейчас как раз как бы сезон его продают супермаркетах супермаркетах по моему больших нет но маленьких супермаркетах у нас в испании продают везде они недорогие потому что их здесь везде есть можно пойти на нарвать диком видя их и тоже приготовить дома поэтому у кого есть желание и кто хочет поэтому можно их кушать неплохие мне нравится всего хорошего вам если будет у вас кушайте всего хорошего всего доброго приятного аппетита всем до свидания